Ну что, добрый вечер, Михаил Мартынов. Спасибо, что вы согласились на интервью по Zoom. И наша сегодняшняя тема – это самбо как метод здоровья и сберегающих технологий. Здравствуйте, Роман. Всегда рад помочь. Мы, наверное, можем и на «ты» говорить, столько лет знакомы. Готов беседовать всегда, конечно же. Удивительно, что планета дзюдо заинтересовалась методами, сберегающими самбистками. Ну, я рад. Ну, я рассматриваю планету дзюдо как планету, где собираются разные стили и направления, а дзюдо не как олимпийский вид спорта, а как такой комплексный механизм, так назовем. А самбо – это неотъемлемая часть всего процесса единоборств. Мы уж настолько связаны и переплетены, тем более в нашей стране, что я вот, например, сам лично внутри себя сильно не разделяю. Я понимаю, что это борьба в одежде, и здесь такие правила, здесь такие правила. И даже могу сказать свое последнее философское, скажем так, такое описание, что такое дзюдо, что такое самбо, когда люди начинают между собой спорить. Если любопытно, могу представить. Конечно, конечно. Таким аллегорическим способом. Ну, вот есть масло подсолнечное. Есть масло подсолнечное рафинированное. Оно такое прям вот рафинированное. Там и запаха нет, и может быть даже витаминов нет. А есть нерафинированное, оно с запахом, с витаминами, то есть такое естественное. И, на мой взгляд, дзюдо – это как раз вот то самое рафинированное масло, где четко выверено только то, что вот для победы вперед, самурай, значит, ты должен только груди вперед наступать. И такое естественное, жизненное, где можно похитрить, постоять, подумать, как-то вот, скажем так, естественное. Ну, принимается. Принимается любое мнение, тем более философское, тем более от вас, Михаила, как человек, который имеет большой опыт. И в самбо и дзюдо. Итак, давайте возвращаться к нашей теме потихонечку. Значит, предварительно, когда мы с вами списывались, с тобой списывались по WhatsApp, ты мне написал, что как бы само самбо и то спортивное самбо, которым ты занимался, не совсем гуд и не совсем хорошо для здоровья. И некоторый привел примеры, так сказать, вот, из своего опыта. Но я хочу спросить тебя, все-таки самбо как средство физической культуры, оно может использоваться как здоровье-сберегающей технологии, или вообще мы должны от него отказаться? Ну, я тут вынужден еще раз уточнить, я в этом общении тоже говорил, ты сейчас это немножечко опустил. Если мы говорим о спорте высших достижений, это любой, хоть плавание, хоть велоспорт, хоть дзюдо, хоть самбо, спорт высших достижений. Он, как правило, граничит на грани героизма. Спортсмен отдает всего себя, жертвует всем ради победы, в том числе и здоровьем. И часто, получая микротравму, сезон заставляет спортсмена продолжать тренироваться, готовиться к серьезному турниру. И эта микротравма может разрастить, разрастить уже более существенное повреждение. И вот в этом случае я говорю, что да, когда мы прямо идем на Олимп, вот прям вот к чемпионату, к званию чемпиона мира, там, да, в случае самого, там, к олимпийскому медальному случаю, или другого олимпийского вида спорта, то есть на самую вершину, когда мы идем, мы жертвуем многим, мы жертвуем своим свободным временем, а также здоровьем. Кому-то удается, конечно же, максимально сберечь. И это нужно делать, и мы должны максимально, как тренеры, максимально давать правильное упражнение, регулировать нагрузку, вовремя отправлять спортсмена на медицинское обследование, на лечение, для того, чтобы сохранить его здоровье. Но если у нас не идет речь о высших достижениях, о победе во что бы то ни стало, а идет речь просто о занятиям, видам борьбы, любой борьбы, для хорошего настроения, для хорошего здоровья, и ты не обязательно, у тебя нет цели быть чемпионом мира, ты просто живешь в мире самбо. Это, конечно же, даст тебе здоровье. Я хочу задать вопрос. Ты сейчас разделил, так сказать, самбо на такое любительское для здоровья и самбо высших достижений, спортивное. Но, как ты знаешь, в большинстве случаев, если не вообще 100%, когда мы приходим, или кто-то приводит ребенка, или мы сами приходим на занятия самбо, то в первую очередь, это дети же идут, родители приводят детей, то, конечно же, цель и задача тренера это научить приему, чтобы этот ребенок пошел на соревнования. То есть уже закладывается ему некая мысль, что мы учимся самбо для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Как ты можешь прокомментировать о том? Ну, есть еще один моментик. Наверное, ты просто сейчас не учел, не сказал, но ты знаешь о нем, что кто-то приходит в единоборство для того, чтобы дать сдачи. У него цель не спорт, как таковая, а прийти в школу, вернуться, найти этого обидчика, и уже ему подсечь, дать так, чтобы он больше к тебе никогда не подходил. И такие цели тоже преследуют и родители, и сами дети. То есть бывает так, что и ребенок просто нашел секс и записался сам, минуя родителей. Вот, допустим, мой случай был, я в самбо пришел, меня не приводили. Я пришел с друзьями. Они пошли на самбо заниматься, тут еще фильм «Непобедимый» по всей стране. Ну и, конечно же, я тоже за компанию пошел. И эта компания сыграла для меня вот такую в жизни ключевую роль. Я теперь на всю жизнь самбист. Хорошо, Михаил. И что я могу сказать? Заряд. Ну, возвращаясь к тому, что ты сказал, заряд вот этот именно на соревнования, да, чаще всего в секцию раз пришли, значит, заряд от тренера исходит такой, что надо выступать и надо побеждать. Могу сказать, что и коллективы делятся так же, как я разделил спорт высших достижений и спорт для здоровья, так же и коллективы делятся. Допустим, если мы приведем ребенка в спортивную школу непосредственно, там результат превыше всего. Вот там, да. Там, с одной стороны, более качественные и образованные в большинстве своем тренеры трудятся, работают. Туда как бы мы отдаем ребенка, знаем, что там должен быть с ним профессионал. Есть клубы по месту жительства, которые по большому счету приучают ребенка к здоровому образу жизни через самбо. Вот клуб по месту жительства, в общем-то, это как раз вот эта секция для здоровья. Сейчас вот идет новое направление, Павел Пашкин пытается, я так вижу, хорошо получается, фит-самбо. Ну, это, по сути, те же клубы по месту жительства для здоровья. Ну, и все равно, в этих клубах начинаются, появляются же дети, которые, скажем так, с характером, с какими-то амбициями и которые желают развиваться как спортсмены. Ну, как правило, они тогда переходят в спортивные школы как раз-таки для больше спортивной составляющей. Я понял твой ответ, но я все-таки хочу, знаешь, как мне кажется, основная рекламная кампания вида спорта самбо все-таки ведется по направлению спорта высших достижений. И когда заходишь на сайт Федерации самбо Москвы, России или Международной Федерации самбо или других федераций по миру, на первом плане всегда стоят медали, участие в международных турнирах и так далее. Иными словами, человек, который хочет заниматься самбо, он сразу видит, что цель занятий самбо участие в соревнованиях. не показывает ли это, не делает ли это заблуждение в человеке, понимаешь, что он хочет вроде бы для здоровья, а видит картинку, что спорт высших достижений, понимаешь. Я мало вижу на сайтах информацию, что самбо можно использовать просто для, вот как ты сказал, развития физических способностей, улучшения качества жизни личного, рекреацию, восстановление и так далее. И этого практически нет. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я соглашусь, что это именно так. Ну, самбо же это мы теперь в основном воспринимаем как слово спорт. Спорт – это соревновательная деятельность. Да, обязательно. То есть физическая деятельность, соревновательная направленность, как у нас учили в институте. И, ну, вот, допустим, есть айкидо. Там нет соревнований. Мы даже никогда не можем проверить, насколько оно эффективно. Хотя мне это нравится, очень даже нравятся приемы и принципы выполнения технических действий айкидо. Я считаю, что каждый спортсмен, будь то он в вольной борьбе, греко-римской, самбо и дзюдо, он в свое определенное время должен пройти эти приемчики, чтобы понять смысл проведения вот взаимодействия партнеров, как уйти с линии атаки, действительно, и как использовать силу соперника. Вот в айкидо это в чистом виде прямо показано. Да, поэтому у нас вот слово спорт, когда появляется, тогда действительно все это медали, кубки, достижения. И тут уже начинаются амбиции. У кого-то, ну, я узнал таких, например, спортсменов, которые мечтали попасть в сборную России под дзюдо, например, только ради того, чтобы «О, а там потом тебе обязательно дадут там три заграничных турнира, и ты поедешь за границу». То есть вот мечта там побывать где-то, путешествия, расширение географии. Вот такой взгляд тоже вот интересный. Да, у нас появляется слово спорт, и отметается сразу же вот этот момент, что мы можем научить вас просто постоять за себя, за свою семью, или же приучиться к здоровому образу жизни и улучшить качество своей жизни. Этого действительно нет, этого не хватает. Соглашусь, и получается, надо добавить. Для массовости. Если мы говорим о массовости, мы хотим массовость в виде нашего иметь в спорте, то этого, конечно, надо добавить. Этого не хватает. Смотри, Михаил, вот ты активно, то есть ты, когда пришел в самбо, для тебя это было, ну вот, как бы, я так думаю, что в детстве ты, когда придя в самбо, ты не сразу решил, что ты будешь там спортсменом, или что-то еще. Ты пришел, вот тебе просто интерес, наверное, я так думаю. Вот. Как у большинства людей, приходящих в раннем, ну, в детском возрасте, это просто как, ну, клуб, где интересно провести время, чем-то позаниматься. Потом у тебя, конечно, развилось желание в большой спорт, благодаря педагогам, тренерам, которые мотивировали, так сказать, одноклубникам более старшим, которые, которые тоже, может быть, способствовали этому. Может быть, семейное окружение, я знаю, твой отец, так сказать, велосипедным спортом, да, вроде и тренера, и так далее, может быть, он как-то способствовал. Но, понятно, что ты шел к этому. Я хочу спросить, ты в своей тренировочной практике использовал ли какие-нибудь упражнения самбо для восстановления, рекреации, каких-то таких, ну, как бы, упражнений для отдыха? То есть, или вообще, ты думал когда-нибудь об этом, что упражнения самбо, которые используются в соревнованиях, можно использовать для именно для рекреации? Интересный вопрос. Ну, когда приходил в спорт, если лично, что касается меня, приходил именно в самбо, я, как ты упомянул, о спортивной семье, у меня папа велосипедист, мама лыжницы, и, в общем-то, я был заряжен с самого начала, хоть я бы в баскетбол пришел, хоть бы я пришел в шахматы, я был заряжен вот именно на спорт, на достижения, вот это вот Олимпа и все такое, я вот оттуда, скажем так, уже был, ну, плохим языком сказать, зомбированный, да, заряженный, правильно сказать, вот, и мой случай как раз вот такой, что я не вдруг стал потом спортсменом, а я сознательно, мне не важно был, какой спорт, а вот самбо мне просто настолько понравилось, что я не стал велосипедистом, на что в итоге обижался папа, потому что он меня готовил, готовил, я педали там крутил больше чем 100 километров в день, мне в 9 лет накручивал, а тут раз и самбо. Ну, это мастерство моего первого тренера, старственного Вячеслава Юрьевича, который, который, скажем так, заставил, не заставил, благодаря которому я влюбился в самбо на всю жизнь. Вот, то есть это, опять, хвала тренеру, его искусство. А что касается второй части вопроса, можно ли использовать приемы самбо для восстановления, для рекреации, для восстановления, ну, признаюсь я сам лично, ну, какие у меня травмы есть, они в основном на позвоночнике у меня, от неправильных выполнений, там, таких приемов, как боковой переворот, но очень хотелось, чтобы у меня получалось, и, как правило, ты с помощью физической силы стараешься сделать, даже если неправильно, вопреки, что приводит, как раз-таки, вот к этим сначала микротраммам, потом дальше, 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 а потом, когда травма становится у позвоночника серьезная, и вот тут мы подходим к самому интересному, когда у меня уже образовались такие боли, которые, скажем так, несовместимые с жизнью практически, там, зубы над раковиной не мог почистить, склониться, так вот спина уже болела, вот, и это заставило меня технически правильно бороться, правильно держать осанку во время борьбы, стойку правильную держать, и вот как с самого начала научить ребенка вот это большое искусство с самого начала делать правильно, чтобы вот он не травмировался уже, когда силу применяет, это сложно, это много метод, это много изгнано, показывается все, каждый тренер знает, что надо выполнять, там проход в ноги с прямой спиной, и каждый тренер это говорит, но не каждый ребенок это впитает. И ты, когда у тебя появились уже вот такие травмы, которые, так сказать, были несовместимы с какой-то там деятельностью, ты стал уже более внимательным, относиться к упражнениям, к своей позиции, да? И вот на этом у нас прерывалось, пожалуйста, продолжим. То есть я стал более рационально бороться и сохранять уже таким образом свое здоровье. Это уже получается от безыходности, да? То есть ситуация меня это заставила делать. Дети, к сожалению, не все сразу поймут вот эту глубину правильности изучения упражнений, для чего это нужно, чтобы они в итоге, когда им станет по 30 лет, они не вспоминали тренера не добрыми словами, а вспоминали тренера добрыми словами. Вот. И это сложно. У нас все-таки вид спорта такой очень сложный технический. Мы постоянно двигаемся в различных плоскостях, ноги надо поставить так, руки должны так повернуться, еще надо учитывать, куда там соперник движется, туда или сюда. Это очень сложно. И, допустим, даже вот чуть-чуть от темы отвлекусь ранней специализацией, сейчас все заранее специализацию, там, прямо вот, чтобы с пяти лет заниматься. Ну, я вот здесь вот не очень согласен, потому что понимаю, что ребенок, он, ну, не совсем понимает, что происходит. Даже та же гимнастика ранняя, там все-таки у них такие, ну, вот эти сложные элементы, необычайно сложные, но они такие в одних плоскостях проходят и четко так вот, ну, мы понимаем, куда надо вращаться и куда встать. То он в нашем виде спорта рука сюда, нога сюда, голова сюда, другая нога сюда и еще соперник, который неизвестно вообще куда. Очень сложно. И тут, на мой взгляд, все-таки ребенок действительно должен быть повзрослее, когда он начинает заниматься. Так вот, все-таки восстанавливался я, ты спросил, как я восстанавливался, восстанавливался я все-таки с помощью гимнастических упражнений. Она называется суставная гимнастика, она же йога, то есть вот такая гимнастика, которая вытягивает позвоночник, дает возможность, значит, крови налиться туда, между позвонками, поставить их в правильное положение, и ты становишься такой весь ровненький-ровненький. Может ли борьба это дать? Думаю, что может, но это крайне сложная причина. Ты сейчас затронул тоже такой вопрос, который меня интересует, и он касается непосредственно здоровья-сбережения. Все-таки высокий спортивный результат связан со здоровьем. Это уже бесспорно. Самопожертвование. Это самопожертвование, но все-таки если нет здоровья, то о большом спортивном результате даже говорить нечем. Если тренер начинает готовить ранние специализации, то в итоге зачастую мы сегодня видим, как ты сказал, с 5, 6, 7, 8 лет детей начинают уже так натаскивать и так загружать специализации конкретной, допустим, самбийской, что в 10-12 годах у многих уже такие травмы, которые и в 30 лет человек не получает. То есть получается, мы на выходе на выходе так сказать из вида деятельности получим не здорового и человека, который принесет пользу обществу стране, в которой он живет, а получим больного, которого надо лечить теперь и вместо того, что он говорит спорт приносит здоровье, он будет говорить, что спорт принес только горе мне. Как ты думаешь? Более можно перебить? Да. Вот те люди, которые замолаживают и ведут работу с такими маленьким потенгентом, они юридически выкручиваются, пишут, что это секция УФП, что это совсем только лишь группа здоровья такой саббитской направленности, но по факту я вижу, что они уже участвуют в соревнованиях, выполняют сложнейшие приемы в свои 7 лет, и это не так, это опять-таки обман. Вот если они по-настоящему бы с 5 до 8, до 9 лет действительно преподавали только ковырочки, простейшие виды борьбы, и это было бы правильно. Вот тогда это здоровье. И второй вопрос к тому, что спорт высших засижений без здоровья невозможен. Да, потому что любая физическая деятельность активная, она же повышает, значит, кровообращение улучшает, соответственно, обмен веществ улучшает, и как следствие повышает иммунитет и укрепляет здоровье. В любом случае активная физическая деятельность всегда на пользу, если она в крайность не впадает, чтобы не загнать его там, чтобы сердце не посадить, еще не готовое у ребенка. Это же тоже делать оценку на возраст, не давать таких супернагрузок, чтобы... Это вот очень тонкий момент. Тренер детский, который берет на себя ответственность тренировать детей там от пяти лет до восьми, он должен очень хорошо понимать, с кем он имеет дело, с каким контингентом, чтобы ни сердца не посадить, ни травмы не принести вот эти вот механические такие позвоночники, никакие другие. Такой сложный момент. А у нас, как правило, детский тренер, самый начинающий, который детей набирает, это наименее оплачиваемый труд. То есть такая пирамида, чем у тебя перевернутая. Если у тебя взрослый спортсмен, ты зарплату большую получаешь, а если у тебя дети, ты зарплату маленькую получаешь. А вот именно здесь и есть самая большая зона ответственности ребенка не испортить. Вот именно здесь и должна быть. поэтому у нас не должна быть перевернутая такая пирамида в зарплатах, а должна быть, должен быть вот куб, чтобы и здесь тоже достойная зарплата, чтобы сюда уходили на внешний уровень, уходили такие грамотные специалисты, которые могли бы работать с детьми, не навредя их здоровью. Смотри, ты сказал, что ты восстанавливался с помощью гимнастики, так сказать, оздоровительной, йоги и так далее. Но все-таки мы можем, если посмотреть на гимнастические упражнения, на упражнения йоги, мы можем увидеть некую параллель в упражнениях самбо и в упражнениях йоги. Есть упражнения, которые где-то схожи между собой. И зачастую это там может быть даже 80% упражнений. И поэтому я хочу спросить тебя, как ты думаешь, почему сегодня, почему сегодня и вообще возьмем сегодня, почему никто из самбистов и в особенности из тех людей, которые занимаются наукой, физкультурной и спортивной, не подумал о том, что сформировать такие комплексы упражнений, которые могли бы достойно помогать, я так это называю, не выходя из специализации, использовать специализацию для восстановления и рекреации. Роман, вообще очень рад этому вопросу. Дело в том, что ну вот так вот, когда стал восстанавливать организм, позанимался йогой, позанимался цигуном, и я понял, когда, ну, читал литературу об этих гимнастиках, я понял, что это имитации боевых действий, и тут же начал думать, так, это же может быть, я ее так и про себя назвал, гимнастика самбо, то есть, это может быть имитация наших приемов только вот для оздоровительных целей, и даже начал писать, даже видео записывал, что вот этот прием так, этот так, и получается так, что мы его можем применять и детям для правильности, значит, постановления сразу осанки, стойки, вход в приемы, правильное положение всех наших частей тела, и второй момент, уже, когда зрелый возраст и травмы, для восстановления, то есть, и для обучения в начальном этапе, имитации приемов, они уже будут знакомы, как двигаться, ну и для оздоровления, да, это очень важное дело, но у меня это вот на бумаге только в личной тетрадке есть, не знаю, чтобы кто-то либо еще это делал, не знаю. Я хочу, кстати, мы потихоньку начали этот процесс с моим товарищем, и я уверен, ты его знаешь, это в 90-е годы он активно занимался самбо, был в сборной России по самбо, Рустем Аликов из Астрахани, вот, я думаю, что может быть ты его увидишь или вспомнишь обязательно, вот он был среди студентов чемпионом мира и Европы и так далее, ну, он астраханский, и мы с ним дружим в Москве, и я ему предложил эту идею использовать упражнения самбо, попробовать их составить такую комбинацию последовательности действий для, так сказать, восстановительно-рекреационных целей, но мы пока начали первые шаги в прошлом году и потихоньку как бы к этому идем, но я о другом хочу сказать, мы возьмем, допустим, дело спорт, можно заниматься как спорт высших достижений, а можно просто кататься для удовольствия, можно на лыжах как спорт высших достижений, а можно для восстановления и рекреации, плавать можно спорт высших достижений, можно для восстановления и рекреации, самбо, как использовать спорт в высшем достижении, но в основном как хорошее средство улучшения качества жизни. Что ты скажешь по этому поводу? Скажу, что я думаю, что у нас это уже есть, как ты сейчас подумал, если это уже есть, соревнования среди ветеранов. Вот это люди, которые там в основном уже именно для здоровья занимаются. Да, у них есть небольшая вот эта вот пунктик. Они приезжают на соревнования и борются там, и есть соревновательная деятельность. Но все же это ветераны, которым уже не дадут звание заслуженных мастеров спорта. Им не дадут большие гранты и так далее. И на соревнованиях они вообще на эти соревнования ездят за свой счет. Поэтому именно вот это ветеранское движение, на мой взгляд, как раз и есть рекреация. И занятие для удовольствия. То есть они для удовольствия это делают. Они не станут уже олимпийскими чемпионами. Они не будут ЗМСами. Но они этим занимаются. Для удовольствия. Значит, тема ветеранов для меня тоже очень интересная. Я у нас есть еще немножко времени. Хочу быстро вот с тобой на эту тему поговорить. Все-таки, как мы говорили о детях, ранняя специализация. И также я хочу сказать, что о ветеранах. Мне так кажется, что многие приходят в ветеранский спор, ветеранское самбо, так сказать, под воздействием информационных новостей. И они, возвращаясь в самбо, многие забывают, что им уже не 18 или 10 лет, когда они занимались самбо, они уже весят не 70 килограмм, как когда им было 20 лет, а уже 100, а может быть и 120. Они уже достаточно много выпили вина. И тут под мотивацией информационной и возможностью как бы вспомнить молодость и утвердить себя, так сказать, как это многие говорят, не доевшись спорта, не доевшись соревнований, они чрезмерно делают нагрузки, которые могут привести не к улучшению здоровья, а еще хуже, ухудшить свое состояние и практически до конца утвердиться в том, что самбо никакого отношения к здоровью не имеет. Ну, это, вот у меня почему-то на уме только русская поговорка достаточно такая неприличная звучит, что с дуром можно кое-что сломать. Если вот относиться с фанатизмом, с дуростью, да, то да, ничего хорошего не будет. Это в любом возрасте. Но если ты пришел действительно получать удовольствие, что я, в принципе, вижу от многих ветеранов, они действительно вот приходят, улыбаются, у них общение, они дружат между собой и борются бережливо. Они, допустим, избегают молодых коней, скажем так, которые прям, я хочу всех порвать, у меня амбиции, там, вагон. Вот они это все избегают и сохраняют себя. Если, конечно, у человека немножечко, скажем так, чрезмерно амбиции превышают, да, уровень нормального человека, то, конечно, он может себя потравмировать, но это в любом возрасте. Михаил, спасибо, что ты удивил внимание... Все хорошо, меру. Да, Михаил, спасибо, что ты удивил внимание этому вопросу. Я думаю, что все-таки это, наверное, просто маленькая часть, что мы с тобой сумели поговорить в сегодняшнем зум-интервью. Все-таки я убежден, что самбо можно еще более широко использовать как здоровье, сберегающую технологию. Просто надо немножко... Да, внимательно поработать по этому направлению. И, возможно, ты предложишь какие-то новые инициативы и федерацию российскую самбо, и московскую по этому направлению. Поэтому я благодарю тебя. Но, как мы с тобой договаривались, у нас запланированы еще две встречи. Это мы поговорим о женском самбо. Главным тренером сборной России тебя недавно назначили по женскому самбо. Мы поговорим... Старшим. Старшим тренером. Главным, старшим. Да, старшим тренером. И я думаю, что это тоже важный момент. И также мы поговорим о пляжном самбо. В преддверии предстоящего чемпионата мира по пляжному самбо. Я хочу очень услышать твое экспертное мнение по этому поводу. Ну, а на сегодня мы заканчиваем. Еще раз я тебя благодарю. И мы с тобой по WhatsApp договоримся о следующих двух встречах. Ну, был рад встрече, Рома. Всем друзьям привет. Спасибо, Михаил. Все, будем на связи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok